приветствую вас друзья на своем канале земледел сегодня 2 марта суббота от вечерни дежурство приехал теплички сейчас на ночь произведу полив немножко подсохла капелька включил поливается сейчас для влажности влажность упала 80 процентов показывает температура сейчас немножко спускается сегодня было 32 градусов теплиц вроде как солнышко не сильно светило но жарковато поэтому влажность она сейчас обязательно будет поднять ночная температура сейчас перешла на 18 градусов перевели на светку включают только утром сейчас на ночь принципе не надо будет особо 7 часов одела и сюда же закрою лампочки включать здесь не буду на маленьких 1 2 3 теплицы уже включу очень сегодня делаю видео просто обзор двух теплиц вот этой теплицы то и обзор на препарат который используем и под корень по листу также использовал это такой препарат может быть кто-то работал по деле распространенный препарат это фульва гумат калия простонародье гумат калия используем его уже наверно четвертую бутылочку такую вот использую самые первые видео когда я показывал вам у нас когда огурчики мы только посадили агроном был когда у нас они еще болели из краев тоже болели вот вот эта вот часть которая передняя до сих пор чуть-чуть еще держится но потихонечку отходят вот когда были соля у нас это превышены стали 10 тысяч почти местами было а так вот и 87 средняя была одной новенький посадили вот им четыре дня он уже вот такой красивенький прижился что вот эти все были досажены вот эти вот старенькие эти вот кусочком до сих пор осталось тут среднем где-то 67 корней было ну досадили сейчас эти первые догонят спокойненько ну а дальше уже отошло нормально все так вот когда эта теплица была обработана неправильно начиная наверно с недели после высадки начал я же это сказали нам мы работали затравили их как раз и холода еще были 30 градусов 34 градуса было что они заболели и самые первые обработки которые мы производили для того чтобы они отошли это был вот именно вот этот препарат препарат биологически никакой химии там нету все это сделано из природных компонентов что вот так подробно особо ничего про него не знаю знаю гумат калия 60 процентов органических на перевод сухого идет очень таим я работал под корень прямо опрыскиватель набирал у меня 15 литровый обрызгатель был на него я добавлял 40 миллиграмм этого раствора там стопочка наливал и под каждый корешок по 8 по 90 грамм лив избрал прямо под корешок на стаканчик вот как есть посаженный прям под него подливал и через 3-4 дня у меня уже результат начал меняться растение уже стали ровненькие на суммашке красивенькие стояли что видно было что потихонечку отходят потом видать он действовал 2-3 дня потом чуть-чуть опять попахело и как раз прошел период у меня вот этот я дал повторно на второй раз уже все получилось 2-3 дня после 2 2 обработки прошло и кустики наконец-то начали расти отошли как я понял этот препарат в основном используют как абсорбент то есть где-то что-то какие-то проблемы земли были дается как абсорбент чтобы кустики корневая начала развиваться нормально он также и стимулятор корневой идет так что этот хороший препарат считайте он то и спас все наши кусты потому что по химии нет ничем не работал только его давал и натурами по листу работает что края самые сильные которые были постепенно постепенно отходят вот кусочки были такие вот здесь вот кусочек там в конце далеко а так принципе нормально все красивенько уже первый сбор сделали раздумаю нас еще не уже пойдут потихонечку основные сборы сейчас выходные постоит потом сейчас произведу полив просто подкисленная водой чистенькой и все завтра уже завтра послезавтра может быть понедельник уже кормежку произведем повторную магникали я уже тогда показывал что мы добавляли чё как кстати хотел показать куст попадается редко но попадается вот он по состоянию куст можно сказать офигенный красиво видеть большие листья по сравнению с рукой стебель толстющий вот он жирненький голова прекрасно очень красивенький красивенький а вот первые 2 4 заязи мы убрали остальные две вот такие заязи а потом идет вот такая штука кто не знает этот пустоцвет идет это уже никакие не заболевания это не ничего никакого нарушения питания здесь нету потому что куст видите сами какой большой этого снова идет по семечке то есть семечка попала с мужским цветком вот он мужской цветок здесь ничего обрывать не нужно он сам постепенно отвалится отвалится вот здесь видите много отвалилось здесь ничего мы не делаем для того чтобы здесь получить огурчик здесь рано или поздно все равно огурчик 2 но будет потихонечку завяжешь но стопроцентный эффект будет здесь вот до метра получается идет пустоцвет а потом уже возможно огурчики видите вот он захотел 2 какой как сделал самый простой способ это оставлять вот такой побег боковой с него просто оставляем один огурчик один из точек вот это есть огурчик точно у нас будет так по себе можно каждый из точек оставить по побегу боковому на нем уже по огурчику ну что семена бывает такой брак семенной попадается вот этого не застрахован на пачку я не знаю на теплицу мне наверно кустов 10 таких есть принципе это ничего не страшно мы их не убираем не удаляем оставляем игру вот его правильно отформировать он будет потом красивенький все сейчас кормежки уже говорил мы сделали по кустам сегодня подвязали немножко вот осталось сейчас добью на делаю доводим голову до двух метров вот здесь у меня уже рядов 20 подряд идет вот мне голова дошла два метра удаляю голову так вот просто отломал ее до оставил три пасынка раз-два вот здесь три пасынка будет на этих пасынках мы оставляем огурчик листочек и все он растет потом через него повторно огурчик когда соберем еще один пасыночек с него оставим также один листочек один огурчик будет все это уже нормирование плодовое идет нагрузки то есть вот он будет расти нормально с него огурчик соберем потом еще один огурчик чтобы голова сюда не росла а рос пасынок потому что пасынок мы можем боку вести а голову мне уже все у меня еще сантиметров 80 наверное все у меня голова уже упрется потолок можно сказать поэтому мы ведем так также есть вот такие вот брак вот он захотел голову сам скинул с него вылезла вот такая голова он дальнейший потом будет вот такой толстющий здоровый это тоже по семечкам бывает но редко когда брак обязательно попадается все огурчик пробовали уже красивенький вкусненький огурчик был сейчас все собрали сорвали специально первые три завязи обязательно быстро срываем чтобы из периода вегетации он перешел период регенерации регенерации в плодовую то есть плоды что пошли вот так вот за полтора дня выросла вот мы позавчера после обеда подвязывали хочется раз два три четыре колена выросла можно самый простой способ сделать это вот так подкрутить вот он все стоит красивенький потом подрастет еще здесь прищепку возьмем переставим все можно постоянно так крутить крутить голову и все будет нормально вот здесь вот все равно перегибается и время надо очень много чтобы красивенько все попало на огурчик чтобы ничего не передавило и обязательно конечно же крутить надо по часовой стрелке почему потому что растение будет раскручивать то есть в час я покрутил по часовой на синий день против часовой в итоге он прости будет он жильянова накутывает его так вьется еще он раскрутится поэтому сюда в одну сторону крутим это обязательное правило чтобы ничего не падал сейчас немножко видео до снимаем потом от эти ряды надо будет доделать чтобы простояли еще выходные еще завтра будет стоять в понедельник будем уже голову ворвать здесь вот головы еще не доросли как раз до понедельника дорастут тоже будем удалять их подвязывать как положено и все что друзья советую вот этот препарат очень хороший препарат можно и другие аналоги брать именно гумат калий и все основа развивает корневого вот это все корневая белая не видно благодаря вот таким препаратом будет хороший корневая вот эти пока не знаю что мы их уже замучились отдирать честно говоря она потом пробежимся опять удалим вот это повторно уже идет уже не знаю куда их девать все рвем рвем они растут и растут вот это все корневая видно не видно под капля про овощи красиво сейчас капля включена капает потихонечку что так вот этими можно им работать постоянно только его использовать если есть возможность можно овсинский норовал я уже говорил овсинский норовал этот мои фавориты по вот таким препаратам гуматовым овсинский кто хвалит кто говорит что типа плохой препарат не знаю на нем одно поколение огурца выросло все нормально было все было красивенько корневому развивает очень хорошо особенно в паре с анравеллом анравелла немножко меньше меньше добавлять чем овсинского но принцип овсинского вот вот этот препарат аналог практически овсинского такое же соотношение на сухое вещество такая же дозировка разу разводится 20-35 грамм на 10 литров так что можете овсинский использовать овсинский конечно точно такой же но овсинскому я конечно больше доверяю вот этот препарат мы просто взяли как аналог потому что у нас городе овсинского не найти это только с другого города а нам надо было экстренно как раз кустики болели поэтому его взяли и все все друзья пойдем сейчас во вторую теплицу пойдем посмотрим что как у нас рассадка поживает сегодня не поливали вчера только полили пойдем посмотрим там пока здесь поливается сейчас вернусь чё друзья пришел вторую теплицу здесь вот так все ярко светит солнышко уже уходит потихонечку вот кстати пришел как раз только что говорит о препаратах вот кто не видел энравел вот состав плохо видно будет ну что вот он состав тоже очень хороший препарат вот он сам овсинский берем в таких канистрах 10 литровых также есть литровый канистры вот он вообще-то здесь по составу он один в один идет один в один найдет с гуматом . вчера кстати профитоспорин показывал вот такой фитоспорин ас мы используем для обыскивания по листву я вчера видео профитоспорин показывал кто смотрел он тот получается ас мы используем его по листву потому что тот фитоспорин не пшикается по листву поливается только по корню вчера утром начали до трех не закончили оборвали 4 первых завязи я уже вчера позавчера показывал огурчика то что мы будем удалять вот он раз два три вот она четвертая выросла сегодня днях уже будем производить подвязку кустов потому что они уже потихонечку наклоняется так выросли красивенький сталь температуру сейчас пока ничего не сбавляет ночную температуру держим 20 градусов не знаю уже как получится потому что у нас было до 33 34 градусов поднимается теплица в целом скажу нормально пока не тянется потихонечку сейчас зашли они в стадию жировки вот в этом моменте надо будет аккуратно чтобы потом его вовремя вытащить жировки сейчас будем разгонять корневую потихонечку синская нрава текамины все что есть вообще-то будем использовать по листу пока натурмин давал потом уже гиперсип пойдет уже попозже когда нормально будет сейчас будем смотреть те кусты которые не оборвали четыре завязи потому что местами не было четыре завязи местами только три завязи оборвал здесь вот четыре примерно где три вот она третья не оборвана завтра послезавтра надо будет обязательно пройти оборвать вот этим огурчиком у нас получается шесть семь восемь девять дней девять дней назад мы высадили это видео смотрел постоянный зритель эти огурчики у нас девяти дней кину состояние пока отлично как положено растут усики пошли все пошло после девяносто дня уже можно будет производить листовые подкормки можно будет стимуляторами роста уже работать по кустикам чтобы они нормально росли не оставали по сравнению с той теплицей вот эта теплица будет гораздо лучше и быстрее расти почему потому что ту теплицу у нас было позже две недели мы ее чуть-чуть задержали придавили она плохо росла поэтому вот эта теплица будет гораздо лучше сейчас расти потому что и солнышко как раз весеннее уже второй день солнышко светит растут уже быстренько вот один узел за ночь вырастает они между узле сейчас пока не тянется состояние пока узлов с нормальная листочек красивенький чистенький будет также профилактику от жуков дать потом посмотрим чем-нибудь минимумом октары надо будет сработать чтобы кустики не болели обязательно обработать потому что сейчас вот что-то может земли до бог да вылезти поэтому обязательно на профилактику сделать все друзья вот такие кустики что хотел показал препарат показал это не реклама это просто проверено не один сезон препарат так что друзья пользуйтесь если конкретные вопросы есть пишите задавайте обязательно все расскажем покажем по результату видно как работают препараты потому что нового мы ничего не используем используем только эти препараты которые показывают по кустикам вот видно как растут друзья всем большое спасибо за просмотр и за лайки всем пока пока увидимся на днях еще сниму видео все пока пока